Проект The Strongest Badge создан, чтобы радовать игроков всех возрастов и приносить им самые яркие эмоции. У нас вы сможете прочувствовать атмосферу войны, а также поучаствовать в интересных сюжетных кампаниях и найти новых товарищей в игре Гаррисмод. Мы ждем именно тебя. Давай сделаем лучший сервер, который будет поднимать настроение всем играющим. Приготовились к бою! IP-ссылки в описании. Здарова, народ! У меня на канале бывают, выходят такие видео, где не происходит ничего сверхъестественного. То есть в них я успеваю поиграть как в ЗРП-профессию, так и найти какого-то небольшого нарушителя, который пренебрег каким-то не особо серьезным правилам. В своем телеграмме я недавно писал о том, что я испытываю некоторые трудности с записью нового видео, а это как раз таки оно. Трудность заключалась в том, что меня постоянно палили администраторы между собой или же в админ-чате. Когда это происходит, у меня начинается слишком вылизанная РП-игра или же слишком вылизанные жалобы, где никто не ведет себя так, как вел бы, если бы не знали, что записываю конкретно я. Меня это категорически не устраивает, и в этом ролике я решил притвориться билингвом. Это человек, который знает хорошо два языка и может на них говорить и понимает их. Но как вы уже поняли, у нас в роликах ничего не бывает просто так. У меня в ролике будет не совсем обычный билингв, а именно тот, который понимает русскую речь, но сам изъясняется на английском языке, а русский дается ему крайне-крайне трудно. Субтитры сделал DimaTorzok Кто машину раком поставил? Ооо, крапива ушла. Что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь? Зачем ты стрелять начал? Небать, ты что делаешь? В стене встань. Зачем ты начал стрелять? Зачем ты стрелять? В стене встань, я тебе сказал, ёпта. Понятно. Понял. Ну давай забеги, блять, еще. Насколько же все-таки наивный дурачок? Мало того, что он решил ограбить ювелирку в соло, а потом бегать от полиции, нарушая правила ФРРП, так он еще достал в ответ оружие, за что был сразу же расстрелян. А я его, я его снял. А, все. Ну, получается, она круто. ФРРП у него или что там? Не знаю, не знаю. Ну, он типа сопротивлялся. Я вообще вот конец приехал, имею ввиду. Ну, он сопротивлялся, а он оружие достал, когда в последний раз зашелся. А можешь меня в центр подвести к Ленину? Да, конечно, с ним. Нет, так, спасибо, попытаюсь. До поликлиники? Ну, не до поликлиники, а к Ленину, наверное. Едем мы на хендай сопляре. О, все, остановлю, спасибо. Гражданский добрый день. Привет. Как ваши дела? Потихоньку. Ну, я могу вас осмотреть на предмет нелегала какого-то? Зачем? А затем, что это приказ руководства моего пропатрулировать улицу. Я как-то выгляжу подозрительно. Для меня абсолютно будут все выглядеть подозрительно. У меня мама... Особенно, когда мне отдали приказ на патрулирование. Мне надо идти. Ну, вы пойдете, я надолго вас не задержу. Встаньте лицом к стене вот туда, пожалуйста. Я по-быстрому вас осмотрю. Буквально пару секунд займет. А. Пистолет у вас откуда? Есть ли лицензия на него? Да. Я сдавайте его бегу. Ну, можете мне сразу сдать. А откуда вы бежали с пистолетом? Все, я от дома. От дома? А дом где? Это Дедов. Пистолет Дедовский. Угу. И вы с собой его носите по городу? Нет. Ну как нет? Я же сказал. Мне придется вас арестовать за то, что вы носите с собой нелегальное оружие. Бегу его сдавать. Ну вот вы его и сдали. Ухуяся, блядь. Вот мы одного челика и посадили. Он, кстати, прям, он хорошо отыграл достаточно. Для меня что значит хорошо? Какая планка вообще? Что на нее влияет? Если чел ведет себя адекватно, не мечется туда-сюда и не убегает от тебя. Просто вот потому что, сука, что ты до меня докопался, мент. По правилам сервера я имею полное право. Знаешь, мне вопросы тебе лень придумал. Очень сильно лень. Сейчас стану. Открывайте. А куда вы ломитесь, гражданские? Куда вы ломитесь? Я хочу этот стать. Кем стать? Охраной мэра. Охраной мэра. Охраной мэра, но это точно не здесь идет прием. Выдите, пожалуйста, из прохода не загораживайте. Че пришел? Вышел нахуй. А что ты меня застрелишь? Вышел? Куда иди? Куда иди? Ну могу заструлить. Вышел. Заструлить? Заструлить. Да, да, пульни себе в голову, блядь. Да, я пройду. Вышел нахуй. Да, пройду тебе еще раз. Выйди, три. Ты, босса, блядь, приказываешь. Ты че, совсем ненормальный? Да мне похуй. Лицом к стене раз, лицом к стене два, лицом к стене три. Охраной мэра. Так, реакцию я получил. Что мы заработали из этого всего? Правильно, фрикил. У него выходит 60 за особую наглость. Он уточил нахуй. Три, четыре. Доигралась охрана мэра. Областной судья ожидает вас в тюрьме по делу ареста. Областной судья ждет вас в тюрьме. Блядь, в тюрьму прям топать. А что ты? А че, они будут реально меня качать за то, что я чела арестовал за нелегальное оружие? Добрый день. Вы являетесь капитаном полиции? Нет, я офицер полиции, которого вызвали в областной суд. По делу ареста. Поэтому? Он в суд? Автор этот. Он только здесь. Уже я утеплился к ста. Еще раз, в чем дело вы здесь? Сначала объясните. Вы знакомы с данным молодым человеком под псевдонимом Параша? Лично нет. Я помню то, что я распоряжался его арестом. Хорошо, данный молодой человек заявляет, что он является человеком без определенного места в жительстве. Он просто ковырялся в мусорке в поисках проживания, пропитания и тому подобного. Также он нашел там пистолет марки серийного номера, его не помнят. Пришел в полицию, предоставление его издатия. В случае чего, когда он сдал его, полицейский его арестовал. Полицейский также не представился. Капитан полиции срочно явиться в суд. Нет, это все полное время. А мы слушаем вашу точку зрения. Я шел по городу, недалеко от вокзала. А можно лишние люди покинут помещение, чтобы мы дальше продолжали? Просто лишний шум будет. Да, конечно, Михаил, спасибо вам за ваше способство следствию. На данный час времени вы здесь не нужны. У меня приказ охранять судью. Михаил, я даю вам личное распоряжение. Также стоит перед вами командир ВСИН. Вы здесь на данный момент не понадобились. Спасибо вам большое за вашу службу. Начнем издалека. Меня подвез один из сотрудников на Hyundai Solaris. Прямо к памятнику Ленина, получается. И левее от памятника Ленина, если смотреть в сторону вокзала, прямо вот смотреть на вокзал, находился как раз-таки этот гражданский. Я подошел с ним побеседовать. И хотел его как раз-таки осмотреть на предмет нелегала. Зашла речь о том, что якобы он, что выглядит подозрительно для кота-осмотров. Я говорю, ну, для меня, в силу моей работы, все подозрительно выглядят достаточно. Я смотрел, нашел у него пистолет-играч. По проверке номера оружия не было каких-то, не знаю, данных о том, что это оружие на кого-то будет зарегистрировано или же было зарегистрировано. То есть это оружие абсолютно левое, если так уже можно излагать. В качестве отмазки он пытался сказать, что это оружие деда, пистолет деда, который он у него вытащил из дома. Хотел он его уже сдать. Я говорю, ну, сдайте уже тогда его мне. После того, как он сдал мне это оружие, он был уже отправлен в тюрьму за нелегал. Вы же помните, что у каждого сотрудника полиции есть камера? У кого-то это как в виде смартфона, у кого-то в других штатах или же в каких-то других государствах или же областях, это конкретно нагрудная камера, ну, типа GoPro. Вы что тут забыли? У меня задокументировано, считайте, почти все. Это обязательное средство. Конечно, помню. Там, похоже, это что-то фаншерство. Ел судья, можно я заплачу за себя залог и выдох. Вы были очень сильно признательны. Покиньте, пожалуйста. Простил бы нас здесь. Товарищи, дождитесь в твою очередь. А почему он зашел вообще сюда, если тут сейчас приходит разбирать? Давайте, ну, как-то повлием на то, чтобы лишних людей... Спасибо, проявим уважение. Существующий полицейский, который арестовал товарища Парашу. Так он непосредственно... Товарищ Параша, бля. Он арестовал меня после сдать оружие. Да, так и было. Ну, я-то арестовал за то, что вы ходили по городу с оружием. Хорошо, товарищ Кавай, давайте из ваших слов. Товарищ Параш признал свое принятие, так скажем, хранения нелегального оружия. Он согласился его сдать добровольно? Да, он согласился его сдать добровольно. Сдал мне его. У меня оно как бы имеется сейчас. Я могу его как раз передать. Мне лично в руки это не надо передавать, но так как человек сдал, признал свою невиновность. Вы взяли естественный комитет, проверяли его на присутствии отпечатков каких-либо убийств по данному серийному номеру. Вообще оно чисто по базе. У каждого сотрудника есть соответствующая аппаратура для того, чтобы проверить что-либо. Либо номер документа какого-то, как, например, водительского удостоверения. Так и, скорее всего, можно на быстром созвоне с отделом ближайшим удостовериться, было ли зарегистрировано оружие или нет. Нет, мы это все прекрасно понимаем. Но, опять же, было ли использовано это оружие в каких-либо делах? То есть, был ли записан данный номер данного оружия в каком-либо убийстве, преступлении и тому подобное? Человек нашел его и на воровольном основании согласился его сдать, после чего был арестован. Он нашел его лишь по его словам. Мне же он говорил о том, что это оружие, к примеру, его деда. То, что он только-только с дома вышел. Он не говорил ни слова о том, что он бездомный. Да и на бездомного он не был похож. Хорошо, товарищ Парабе, как вы обидите данную ситуацию? И он, в принципе, никуда не шел, я пока приехал конкретно. Секундочку, молчание, секундочку, молчание. Описайте внешний вид данного человека до его заключения. Как он был одет? Черный спортивный костюм, такие же кроссовки, блема Adidas. Нету какой-то явной неопрятности. Хорошо, какие-либо украшения, цепочка, часы, браслеты, кольца присутствовали у него? Нет, нет, на это я внимание не обратил, скорее всего, под костюмом. Возможно, что это было, но я как-то рукава не закатывал. Я ж не психолог в военкомате, который проверяет руки и запястья. Я купил костюм. Хорошо. Твой человек, в принципе, не выглядел маргинального какого-либо внешнего вида. Выглядел как самый обычный гражданин города Мурсранска. Не более того, правильно? Правильно, правильно. Ну что, товарищ Парабе, как вы обоснуете данные ответы? Я говорю, что вы были бездомной. И зато утверждаете о том, что вы купили костюм. Какие же деньги вы купили костюм и с какой целью, когда сейчас зима? Почему вы не купили зимнюю курточку и что-то подобное, именно спортивный костюм? Я думаю, этот вопрос уже не особо уместен, не особо относится к содержимому нашего дела. Давайте, это будет решать судьи, а не вам хорошо? Конечно, хорошо. Как можно препятствовать решению судьи? Но все же у нас здесь суд, а не модный приговор. Проследуем дальше. Были ли кого-либо у вас свидетели? Начнем с вас, товарищ Параша. Нет. У вас товарищ Кавай? Нет, ни одного. То есть, товарищ Параш, вы полностью признаете свою вину за незаконное хранение огнестрельного оружия? Да. Все, тогда, товарищ командир в СИН, попрошу вас, проводите его также в свою камеру. А сколько стоит? В ваня дальнейшего следствия комитета. Этот вопрос в окружении со мной. А вот с данным молодым человеком. Выкуп сколько стоит? Все, товарищ Кавай, спасибо вам большое за то, что помогли нашему следствию. Взаимно. А в центр не сможешь подкинуть? Блин, это до морей. Да, 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 именно туда. В центр. Ебать, у него охуярит просто музыка. Мы как герои в каком-то фильме старом, да, едем спасать этот мир. Ребята, проблема, знаете, основная в чем на Мухосранске? Вот, я очень люблю здесь записывать. Мне нравится здесь игра за госов. Без всяких приколов я об этом говорю. Мне нравится система заработка за госов. Даже ты просто бегая кого-то арестовывая, между делом ты получаешь очень хорошую зарплату. Еще бонусы. Заключенные работают, чтобы скостить себе срок. Ты за это получаешь бабло. Когда к вам придет военный переворот, а он с такими ногами придет, вы посмотрите. Слышишь, ты давай угрозами не кидайся, военный переворот, иди работай. Военный переворот, иди работай. Пошел нахуй, садый. Пошел ты сам нахуй, слышишь, ты чучела, блять. Ебался домой, а то этот пипец будет. У меня нету дома, я попрошай. Я попрошай. Это мне похуй вообще, быстро. Иди нахуй, говорю, от меня иди работай, блять. Че ты до меня доебался? Ты сейчас нахуй на отледишь. Куда? За что? Давай. Да иди нахуй, слышишь ты, блять. Не трогай меня, блять. Себе штраф выпиши, какого ты хуя со мной так разговариваешь. Ты должностное лицо. Гражданин, а у вас что-то случилось? Я могу чем-то вам помочь? Гулять игрока. Ребята, я допустил здесь ошибку, объясню какую. Дело в том, что я начал человека увольнять напрямую через все меню. Но чтобы вы понимали, прошлая сценка, когда я разбирался насчет ареста, которая выдал человеку, это единственный возможный способ по правилам уволить человека, ну или хотя бы попытаться это сделать. Сделайте так, как сделал я сейчас у вас на экранах, вы получите наказание, имейте в виду. Увольняйте его, нахуй. Либо я могу провести расследование. Я создал петицию. Пирожков нахуй был уволен, пидор тупой, сука. Надо шушу, товарищ лейтенант. Гондон конченый. Ушел нахуй со своей должности, черт, блять. Кем ты теперь станешь, мудила? Я хочу уволить тебя. Причина Фриди Молд. Причина Фриди Молд. Блять, что нахуй? Оскорбляет. Проголосуйте, пожалуйста, против. Это некомпетентная причина для увольнения меня с... Да, обязательно. Мне просто подать мне. Можешь сосать нехило. Можешь дать горилле. А я и дальше буду трахать подругу-люду. Нихуя себе. Нихуя себе. Это трех раз. Ебать. На колене и сосать. Пиздец, блять. Чел, блять, придумал парковку себе. Ну а теперь, ребята, вот он тот самый момент, когда я уже начал притворяться иностранным игроком, который понимает русскую речь, но сам не может правильно на ней изъясняться. Как вы, наверное, уже поняли по прошлым моим роликам. И поэтому сервак этот очень автомобильный. Здесь тачка реально играет роль. Машина на этом серваке вам позволяет очень быстро перемещаться по карте, которая на минуточку не такая уж и маленькая. Есть также несколько профессий, которые завязаны на прямом перемещении по серваку. Это какой-нибудь, не знаю, доставщик еды, таксист или же дальнобойщик. Но помимо вот этих профессий, которые пользуются транспортом, есть также челики, которые прямо пренебрегают правилом non-rp-drive. Non-rp-drive вам запрещает использовать автомобиль нереалистичным образом. Вы спросите, а как это? А вот смотрите на экран. Ты как ездишь, а? Вэл, 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 стой, блять. Право резко, да. О, все. Вэл, понятно. Резко, да. А кто это, блять? На хуй не так ездит? Ласко Зайцев и... Еще кто там был? Адам какой-то Зайцев. А, ФСБ, пиздец. Добрый день, субботний у вас жалоб. Я вас могу забрать? Да. Добрый день, слушаю суть жалоб. Эдам энд Ласко Зайцев, Бедли Драйвер. А, Сир? Адам Люга, да? Притворимся в нерусский. Типа я русский понимаю. Буквально пару секунд, у него закончится РП процесс и я его сюда телепортирую. Второе, кто еще раз? Адам. Стоп. Майра сленг из бэд, будто я understand what do you speak. Как бы с вами, на английском с вами? Адам Зайцев РП, все, секундочка. Леско Зайцев РП. Бед драйверс, зей дроу фаст фор фан. Один секунд, пожалуйста. Окей, он верит вроде бы. We have РП процесс, one second please. Окей. Итак, я понимаю, а у вас этот процесс закончился, верно? Ухэсет майна и мын раз. Сейчас, я еще телепортирую сюда Ласко Зайцев РП, секундочку. А, на русском, на русском. Можешь говорить, кто вам говорил до этого на русском? Добрый, на вас жалоба по поводу non-RP драйвера. То, что вы водили автомобиль не очень адекватно. Хотел бы я адекватно водить авто, когда в меня въебывается одна и та же машина? Разве было такое? Зай дроу фаст фор фан and make car accidents many times. Адам, разве было такое? I'm translated this. Мне нравится, как администратор с ним на английском разговаривает. Хочу он русский знает. А в чем прикол он русский? На русском поиске говорит. My race is bad. И я так понимаю, очень быстро ездили и фанились. А также много раз попадали, я так понимаю, в ДТП. Ну, если это правильно понимаю, какое было предложение? Ну, вот я вас телепортирую и спрашиваю. Такое было? Вы водили автомобиль подобным образом? Потому что быстро весь телом веселились на машине и врезались во все подряд. Такое было? Я пытался хоть до какой-то точки доехать. Они оба были. Или они на двух машинах друг друга обрезались. Или кто-то из них был водитель, а кто-то из них... Секунду, я не очень... Перевод этого слова... Парасик. Он different cars. Они ломали машину, я так понимаю. Я не понимаю, на ручках говорили. Оба. Оба. То есть у них было две машины, верно? Yes. Добрый день. Можете затранслировать? Перетранслировать? I can tell. Ха-ха-ха. Пашинглицский не very, very good. I'm very, very well. Я не понимаю, блин. Ездили очень... Reason of record is bad. Driving of those guys. Бля, зашли, бля, по-русски. Причина жалобы. Non-RP drive. Человек жалуется на non-RP drive. Насчет того, что они очень быстро ехали, устраивали много раз ДТП. А также веселились. Ну, кратко, грубо говоря, неадекватное вождение. Я ДТП человека, объяс... Ну, спрашиваю у них. I saw a few times of their bad driving around the band. Смотрите, оно было такое, что вы врезались. Вы пытались доехать, но вы во все врезались. Верно, Адум? Он видел несколько раз? Нет, я ни во что не врезался. Я ехал по дороге. Я не врезался ни влево, ни ввраво. Как вы bad-драйвили в Акрукбан? Нет, Акрукбанка мы не бедрайвили. Я, блядь, доехать пытался. Я вообще уже машину ехал менять. Итак, у вас вырисовывается вполне себе резонный вопрос. Артура, какого хуя вообще происходило последние минут 5 или 7? Я объяснял суть своей жалобы на английском языке, чтобы администратор не понял, что конкретно я сейчас снимаю, сижу в видос. Он принял меня за обычного иностранного игрока. Поэтому сам процесс выяснения обстоятельств, он продлился несколько больше, чем это бывает обычно. В следующих фрагментах я уже показываю ему демонстрацию экрана, показываю нарушения. Мы понимаем, что они реально нарушили. И дальше идет вынесение приговора. И тут нарушители начинают себя раскрывать во всей красе. Давайте, включайте, я смотрю. Граунтс. Только звука не слышно. Пусть там подтвердится, что из них нет. А, так, а вот кто вот за скайлайном был? Мужки, а там вас будет видно. Ну я тоже. Пиздец. Адам Зайцев и Ласка. Еще раз покажите тот момент, когда вот стоят скайлайн. Слэкс до сих пор. А у меня. Показываю. Ну не знаю. Как ты докажешь, что ты, то это выводит небо. Я разве виновен у меня на датке давать? Вижу, да. У них есть нарушения. Кто-то не планируешь. Давайте перейдем в игру. У вас нарушено правило нон-рп-драйв. А также вы ранее, если не ошибаюсь, кто-то из вас говорил, что это было и не было возле мэрии. Это как раз и было возле мэрии. Я говорю, что мы возле мэрии въебались один раз. Потом с нами... Мы не говорили, что это не было около мэрии. Было такое один раз. Ну, именно случайно. Я же писал сообщение. Смотрите, хорошо, давайте перейдем к самому вердикту. Я бы еще сейчас пересмотрел свою демонстрацию, где вы именно ответили к товарищу Егору Доминову. А если не ошибаюсь, вы как раз таки там сказали, что возле мэрии вы там видели. Что я пытался хоть куда-то доехать с товарищем Олегом, который со мной в машине сидел. То есть это Олег за рулем? I have a demo. You roll fast for fun. Один раз у банка. Ну, это на Норпедрайв. То, что я увидел, это на Норпедрайв открыт. Смотри, или мы сейчас оба отлетим? Или отлетишь, только ты один? Что с тем, что он меня... У меня? Ты заебала, да. Вот я сгой на вас. Как он меня таранил, блядь, я ехал. Все это время. Что ты душишь, Соклана? Дени. У обоих видно нарушение, не только у вас. Тут видно нарушение у вас. А куда я ехал? Я ехал в сторону ехал, блядь. Пань, меня на Норпедрайв. Адама отпускай, я понял все про него. Давай, я признаю его. Нет, у него тоже на Норпедрайв. Нет, у него нет, но отпускай его. Я... У него нету на Норпедрайв. Давайте я... Откидывай только меня, и так далее. А что это за хуйня? Кому что я буду выдавать? И какой вертокой я буду выносить? Хорошо? У вас нарушено правило на Норпедрайв, и у вас нарушено правило на Норпедрайв. Я одержался, он был ВООО. Еще раз объясняю, вы ехали слишком быстро, вам... У вас скорость была слишком быстрая, и вы прекрасно. Понимали, что вы не успеете затормозить за столь маленький промежуток... Я кого-то сбил, я кому-то помешал. Я кому-то помешал. Человеку помешали. Если человек на вас пожаловался, если вы не согласны с моим вердиктом, вы всегда можете на меня подать жалобу, и дискорд, если вы не... Я вам дополнительно объясню, как это сделать. Гринбро их начал качать. раз повторяю вас обоих бред по 30 минут адам зайцев ммм гринбру гения ха-ха-ха просто смешно пиздец адам же не виноват ахахаха адам врезался что у меня поехали очень быстро я еще раз сняю он спереди ехал и я в него вгибался же потом я уехал дед ювэнс так баню даже если написать жалобу за то что просто так забавил тебе ничего не сделают даже не какой-то научный наборный админ ребята наверно перевод вам вставлю во время монтажа но я говорю о том то что они обманывали говорили что это не было рядом с банком но на моем дэма на моей демки было видно что это происходило как раз таки рядом с банком и кордин z вебос кэнс и zz и орла из за мной ездит ласка врезается менять от него уезжаю и меня на скорости въебывается машина и я из-за этого останавливаюсь уже умыри давайте я объясню либо не ездить на машине либо ездить намного тише чтобы рассчитывать на силы и учитывая тот пинг что именно идет у вас будет сто пятнадцать минут джайва засел йорка . 21 все дальше . один в чем это обман администрация давай уже баня качаешь блять они себя не пытаются вывести на том что они не понимают что предъявляю нет он уже переводчик даже понимаете задействовал я вам выдвину джайв дачный очень вот субботний прошу прощения максима сэнк салат все удачном игры я не могу еще на ваш вопрос ответить how to change name как сменить имя нажимаете на c и у вас там будет в c меню изменить имя а вы нажимаете и у вас там будет изменить имя с у вас не работает по каким-либо причинам я вам могу усыкнуть самому сам точнее найс найс еще раз прошу прощения нет очень много затупал за это в жалобу дальше бай бай ура